добрый день друзья добрый день и сегодня наш понедельничный подкаст мы решили провести таким образом что это не будет кухни инфодайинга не будет другарня не будет что-то мы просто решили ответить на один вопрос который задавался три последних дня много раз в разных вариантах и последняя капля сегодняшняя утренняя переписка когда мы поняли что все надо отвечать надо что-то с этим сделать более того мы уже успели выставить образовательную программу под серию этих вопросов что за вопрос ключевой чем инфодайвинг отличается от гипноза побочные вопросы могу ли я работать в инфодайвинге напрямую с клиентом могу ли я в инфодайвинге вести образовательные программы учитывая там медитации погружение вот с таким-то расширением могу ли я это один тип вопросов второй тип вопросов скажите пожалуйста какая практика наиболее эффективно вот я к практике зеркало добавляю это а вот к этой практике я добавляю это а вот здесь я пользуюсь медитациями такими-то а здесь и пошли вот варианты на эту тему смотрите у человека есть представление а еще отдельный блок вопросов касался религиозной составляющей но я обычно про эту тему не говорю но здесь практике остановки внутреннего диалога что-то махараджа махакришма маха еще кто-то говорит какие учения лучше какие хуже для нашего сердца это отдельный блок вопросов которые тоже встречаются причем вопросы сами по себе вот этот вот блок религиозного сам по себе безумный я привела пример с буддизмом ас на самом деле были такие же вопросы связанные с православием как мы относимся там к пасхе как инфодайнг совмещается с пасхальными праздниками и так далее то есть я когда читала у меня иногда возникал ступор и на многие вопросы я просто не стала отвечать людям решив записать вот это видео и поставив дополнительные образовательные программы смотрите мы привыкли с детства жить в объективном восприятии и школа и детский сад и все нас учат и родители нас учат тому что мы пришли в этот мир голыми и уйдем голыми этот мир существует вне нашего сознания мне наших знаний о нем наука придерживается материальных концепций мы доверяем науке потому что она авторитетна и под научную ложь можно списать абсолютно любую ложь она будет принята на веру что сейчас мы можем демонстрировать вот при работе сми там и так далее наблюдать это все то что происходит в обществе сегодня вообще беспрецедентный хаос в информации и мы можем видеть а вот наука заявляет одно вот она через две недели заявляет противоположное тут холестерин вреден тут холестерин полезен тут вот это в наносит вред тут вот это вот так то есть кому что выгодно продать тут то и продает и где найти вот эту вот правду и человек эту правду ищет вынося авторитет на кого-то потому что он привык концепции что это все существует вне его то есть вот эта сама концепция вы на соответственности за свои решения она идет из науки потому что мир материален он не обладает сознанием ну как этот диван не обладает сознанием собака не обладает осознанностью все это можно разделить на мир живой и неживой природы и вот человек разумный автоматически включен в объективное восприятие понятие субъективное восприятие тут же на подмене заменено ну ты можешь погрузиться в себя но ты туда особо не ходи там же тонкие мир и некие мир и и ты-то можешь встретить там ой сущности они к тебе прилепятся антальными на ментальные анальные и все в тебя залезут со всех сторон и ты будешь болеть и соответственно человек уже страх возникает и есть тут же концепции которые предлагают это как правило религиозные которые предлагают ну давай ты погрузишься в меня медитацию там он и придет потом махараджа почитает себе лекцию либо ты начнешь молиться и вот там песнопение молитва ты угружаешься и тут же придет себе товарищ который почитает молитвочку на старославянском который ты ни хрена не понимаешь но которая четко заливается тебе в уши как инструкция знаешь эту инструкцию ты выйдешь из дома а тебе в этот дом в это время прилетит до ну да то есть ты покинул дом дома никого нету ты куда-то ушел во внешнее в объективное ты веришь что она первична первичнее тебя первичнее тебя бога и соответственно твое место там вакуумная дыра и всосала туда все то что тебе туда накидали по сути дела это основной принцип работы гипноза вот эти все моменты они четко описаны в книге управления восприятием там идет систематизация всех психотехник и полный расклад полный расклад и по религиям и по влияниям на подсознание человека и перекрывание каналов восприятия полная систематизация включая психотехники окно виртона по работе с коллективным сознанием и включая психотехническую базу связанную с гипнозом включая таблицу каткова и все эти наработки которые были на момент публикования этой книги то есть это полная систематизация это как учебник если вам интересно объективное восприятие пожалуйста сюда в объективном восприятии есть ключевая формула работы это вот если мы работаем то я оператор а он гипнотик и я работаю с ним и все консультации психотерапии у экстрасенсов и и же с ними строится из этой позиции есть я ведущий есть он ведомый абсолютно все и эта формула работы вдвоем она вписана в науку и в экстрасенсорику ключевое отличие инфодайвинга когда мы идем в себя когда мы идем в себя и открываем глубины психики то мы осознаем что абсолютно каждый человек является объектом нашей психики мы его создали он субъективен полностью для нашей психики мы его создали а это значит мы имеем доступ к любой информации в его подсознании потому что его подсознание априори наше подсознание мы исходим из единства я все создал я дома и я беру ответственность абсолютно за все то что я сейчас делаю и тогда в моем доме нету ни чертей не сущностей не лямблей никто или там кто-то лярвы всякой вот этой вот херни не надо это в них нету никаких тонких миров есть только я я единый и вот этот я единый может работать с другим человеком только через инфодайвера который находится в таком же состоянии но я оператор я сохраняю связь с объективной реальностью инфодайвер находится в сто процентов в субъективном восприятии и он является по отношению к реципиенту как лапароскоп то есть через инфодайвера идет вход в психику реципиент а формула состоит из трех человек есть оператор есть инфодайвер и есть реципиент и смотрите здесь нету состояния ведущей ведомой уходит власть и уходят властное состояние низкочастотное состояние которые которые грубо вмешиваются в психику реципиента если мы берем гипноз психику гипнотика давайте назовем другим словом и наносят ей зачастую непоправимый вред закладывая туда например при кодировании их информацию поверх той что было потому что удалить в гипнозе информацию из психики реципиент из психики гипнотика невозможно полностью потому что эта психика для тебя объективно и ты можешь к ней прикоснуться но ты же не можешь выпилить все леса и осушить все моря не можешь ты пришел в объективный мир голый и ты ограничен в своих правах а в инфодайвере тебе эта психика принадлежит полностью там нету неизведанных клочков мало того это психика это твоя же психика это твоя же ты сам с собой работаешь получается и таким образом ты не можешь нанести сам себе вред организм изначально психика изначально защищает от того чтобы причинить вред человеку то есть насколько безопасно работа в инфодайвинге априори не можешь нанести вред человеку даже если ты захочешь заложить какую-то гадкую информацию тебе кажется что это не я или еще но если ты вошел в эти состояния если у тебя получилось при таком дурацком восприятие что по сути дела невозможно до тех пор пока ты не осознаешь что это ты есть но даже если тебе захочется что-то сделать ты не можешь психика изначально это защитила таким образом инфодайв формула инфодайвинг а является сегодня для вот этой авторитетной наукой полностью новизной не было в мире до сих пор ни одного прецедента где работала бы эта формула где человека использовали бы психику человека использовали бы как лапароскоп для работы с психикой другого человека на результат и этот результат это соответственно по закону парадокса это выздоровление улучшение и так далее то есть это невозможность причинить человеку негативные последствия при этом вместе с человеком в инфодайвинге мы вынуждены работать и снаружи для того чтобы человек с которым мы работаем начал осознаваться ведь психика для чего-то запустила болезнь а это значит человек должен осознать и так далее то есть ту информацию что мы находим в нем внутри мы проговариваем ему снаружи она до человека доходит и таким образом идет процесс выздоровления то есть человек осознает и человек меняется и получается работа с двух сторон ты с человеком работаешь информационно и он с тобой работает для того чтобы измениться потому что если он не меняется то психика его не меняется а если не меняется значит она сохраняет заболевание получается все элементарно просто и все на ладони при этом когда вы идете вовнутрь в субъективное восприятие вы полностью берете ответственность за все на себя за всю реальность вашу реальность и эта реальность вы сами решается вы туда будете допускать чужую информацию коллективную либо не допускать но коллективное для вас точно так же является субъективной частью которую создала ваше сознание но для того чтобы создать коллективное сознание надо вынести часть себя в него выйти в него то есть если вы начинаете служение Вы служите коллективному, все. Если для вас мнение авторитетное в коллективном, все, вы уже там. И тогда у вас никого нету дома. И тогда у вас нету субъективного восприятия. Но когда вы в субъективном восприятии, коллективное априори. То, что вы воспринимаете через каналы восприятия. Слух, зрение, обоняние, осязание, вкус. Вот 5 каналов плюс вестибулярный аппарат. Когда мы говорим об интуиции, мы говорим о разуме, который идет априори через наш внутренний мир в субъективном восприятии. Когда мы говорим об уме, мы говорим о выделенной программе, которая загружена на данную жизнь, конкретно очень ограничена, сформирована под данный конкретный запрос на данную жизнь и не связана с разумом напрямую. Потому что она с разумом соединяется через эмоции, ощущения, состояние и потом чувства. И таким образом, если еще эмоциональная часть и ощущение где-то уму подконтрольный, то состояние и чувства полностью не относятся к компетенции ума. Ума там нет, там это такой переходник между разумом и умом. И таким образом, получается, в объективном восприятии у 99% людей возникает разрыв с разумом. То есть они живут на программе ума. Для этого тренируется логическое и критическое мышление. И в том объеме информации, который захвачен человеком из коллективного, человек может, как из конструктора, вот у него насыпано лего куча, и он в этой куче может что-то менять, соединять, расширять, перестраивать, где-то рушить. То есть разломал, сложил, разломал, сложил, но конструктор один и тот же. Вот это для программы ума. Так программа ума работает с информацией. А разум, он постоянно в этот конструктор насыпает что-то новое, чтобы игра была интересная. И таким образом, в этот конструктор лишь 2% гениев насыпают новую информацию из разума, для того, чтобы потом умы подхватили посмертно и растянули ее. И для того, чтобы они начали строить новые, складывать новые, новые, новые картинки. Тогда идет расширение. При этом, этим 2% гениев помогают еще 18% людей творческих, которые что-то создают, творят. Которые интересны, у которых горит интерес. Интерес, и у которых есть через интерес кратковременное подключение к разуму. Вспышки. Эти вспышки называются озарения. И вот получается 20% человечества, которые способны испытывать озарение и осознание, везут на себе хвост в 80% людей, которые едут на них, тупо отрицая разум, отрицая сознание и принимая материальный мир как основной. И отбивая, затаптывая гениев. Парадокс. Парадокс. Тех, кто везет, тех топчут. Тех, кто везет, того и стягают. Вот так устроена наша жизнь, так устроена игра. И когда это все осознаешь, осознаешь, что если вы хотите работать в гипнозе, кстати, на сегодняшний день у нас написана платформа Subbrition, и мы уже будем регистрировать первых пробных экстрасенсов и психологов, уже на этой неделе пойдет регистрация пробная. Мы возьмем 10 человек на одну, 10 человек на другую. Желательно белорусов. Так что можете подключаться. Мы раскинем рекламу, как куда заходить на Фейсбуке и в других соцсетях, для чего платформа Subbrition будет теститься. И если вы хотите работать в рамках проведения консультаций, проведения курсов, сохранения курсов в кабинетах на сервере и так далее, вы заключаете договор, там галочки надо проставить, и мы скажем, куда выслать один экземпляр по почте с вашей оригинальной подписью. Хотя, наверное, сегодня уже и фотографий будет достаточно. Это вопросы решаемые, потому что мы работаем на более широкую аудиторию сейчас, и мы с вами будем работать уже по договору через нашу платформу. Вы сможете получать платежи, проводить занятия, аналог Zoom, но ориентированный более на видеочасть. С сохранением видеозаписей. С сохранением, да, вот в этом суть. И с получением денег за свою работу сразу на расчетный счет, как индивидуальный предприниматель. Поэтому для регистрации надо, чтобы было ИП. Это мы запускаем уже платформа, до этого она откатывалась на инфодайверах только, там было сложнее написать ее. А вот сейчас подключаются еще экстрасенсы, психологи. И в дальнейшем мы планируем подключить и спортсменов, и обучалки разного уровня, вузовские, школьные и так далее, но это чуть-чуть позже. Там надо будет нарастить наши возможности. Для тех, кто хочет в инфодайвинге работать, помним, что у нас работает форма работы не оператор, гипнотик, а работает формула оператор, инфодайвер, рецепент. То есть и работа тогда строится сложнее. Почему мы долго не могли запуститься? Видео уже идет двойное. То есть для того, чтобы работать с человеком, для того, чтобы ему предоставить запись, у нас работает инфодайвер сразу с оператором. Это двойное видео, а они могут сидеть в разных странах. И почему важна в инфодайвинге работа? Работа, чтобы в этот момент не было онлайна, не было рецепента на связи с нами. Потому что, и почему сохранение видеозаписи важно, чтобы ему она осталась в консультации. Потому что когда человек вот в этот момент находится в напряжении, ой, сейчас его будут смотреть, ой, он сжимает физическое тело, у него психика блокирует часть зон. И расслабить его это дополнительный наш ресурс. А когда человек не знает, что с ним в этот день я работаю, он даже дня не знает, когда работает, ему потом уведомление приходит на почту, и он смотрит консультацию. Когда человек даже не знает, то он расслаблен, он просто живет. И в это время он полностью открыт, как открытая книга. Он читаем. И тогда наша работа с ним наиболее эффективна. И потом, когда эту информацию из него достал больную, и он это все осознает и начинает двигаться, получается результативность на порядок выше. И таким образом ты не удовлетворяешь любопытство клиента и обслуживаешь его. А ты действительно работаешь на результат под поставленную задачу, под запрос из человека. Есть проблема, есть решение проблемы. И это не моя жизнь, это проблема. Нет. У меня есть проблема в бизнесе, у меня есть проблема в здоровье, у меня есть проблема с тем-то и тем-то. Это конкретный запрос и конкретная работа. Это конкретное развязывание узлов информационных, зачем тебе это надо. Зачем ты это проживаешь. И в инфодайинге мы в основном работаем сперва через удаление больной информации. То есть идет зачистка, и человеку предлагаешь начать работать, как восполнить информацию, но по-другому. И человек восполняет ее по-другому. Он по-другому начинает реагировать, по-другому осознавать, по-другому, по-другому человек начинает меняться. Вот это работа в инфодайинге. Работа в психологии и в экстрасенсорике. Вы напрямую работаете с гипнотиком или с клиентом, назовем его так. И клиент здесь и сейчас удовлетворяет свое любопытство, удовлетворяет ум. Вы его обслуживаете и служите его запросам. И, по сути дела, зачастую вы полностью участвуете в его игре. А эта игра болезненно создана психикой, чтобы причинить ему боль, чтобы он начал меняться. Но человек, как правило, застревает на уровне эмоций и ощущений. Дальше работа не двигается. Поэтому эффективность любых психотехник и практик, связанных с гипнозом, она крайне ограничена. И кто бы, что бы ни рассказывал, это так. И это становится очевидным, когда вы выходите в глубокие состояния сознания, где вы просто видите, как это работает в психике, как механизм. Вот эта шестеренка вращается так. Но она априори так вращается. Она не будет вращаться по-другому, пока не сменишь настройки. И тебе не надо доказывать никому, что это так. Тебе не надо перед кем-то прогибаться, обслуживать, там, это так. Ты просто видишь, что это так. И это все идет в состоянии только субъективного восприятия, когда вы находитесь в себе. Вот это ключевая разница между инфодайингом и гипнозом. Между субъективным и объективным восприятием. Если мы начнем рассматривать глубже, инфодайинг – это очень большая внутренняя силовая составляющая человека. Это бесконечный поток информации. Это неимоверная внутренняя сила человека. Это по сути своей бесконечная сила. Это бесконечность. Да, это бесконечность. Но она работает по определенным циклам. И вот эти все потоки мы рассматриваем на курсах, на обучающих программах. Мы выдаем всю информацию максимально, потому что психика огромна у человека. Мы тоже еще не все знаем. Но то, что мы знаем, мы стараемся оставить хотя бы в видеозаписях и в книгах. Их, смотрите, сколько написано за три года. Еще одной здесь не хватает. Еще по чату мам одна книга. И три еще написаны, еще не изданы. По чату мам. То есть, на самом деле, это большой, кстати, по поводу книг и по поводу нашей работы, был один интересный вопрос. Это кто-то из старых, кто приходил в самом начале, смотрел стримы по инфодайвингу. И мне написали, почему вы до сих пор не в Голливуде? Почему вы до сих пор не стали мультимиллионерами? И что-то там такое на эту тему. Ребят, смотрите, я могу ответить и на этот вопрос, почему мы не в Голливуде. На самом деле, я очень с удовольствием увижу, хочу увидеть, да, артистов с Голливуда на Беларусьфильме. Они очень классно впишутся в то, чтобы поднять киноиндустрию Беларуси, но они очень мало интересны мне, а мне было интересно, Ирине было интересно за этот короткий промежуток времени написать столько книг, глубочайших книг, оставить столько курсов, оставить столько обучающих программ. И посмотрите, сколько детей вышло из аута, сколько фильмов снято, сколько детей начало развиваться. И даже, вот мы же получаем письма периодически, там мама ушла, полгода не было слышно, и казалось, нет результата, а потом пишет, осознание-то изменилось, а ребенок-то начал развиваться. А ребенок пошел, 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 он набирает информацию, да, время надо, надо время, тут никуда не деться. Но у нас нет ни одного письма, чтобы не было результата. Но при этом и время могло бы быть гораздо меньше, быстрее бы. Быстрее, если бы двигалась мама. Если бы двигалась мама. А если отсоединить маму от ребенка, то мама начинает болеть. Она уходит на собственные ресурсы, начинает болеть. А больные дети никому не нужны. Поэтому вот такие штуки, которые мы позамечали. Но при этом мы сейчас тоже, у нас в ближайшее время появится раздел ВИП-консультация. Она будет стоить столько же, сколько и обычная консультация. Но пока будет стоить столько же, сколько обычная консультация. Но там будет предложена родителям работа немножко по другой схеме. Сейчас идет работа через чат. Там эти родители не будут присутствовать в чате, как и многие из тех, с кем мы работаем. Это будет индивидуальная работа. Но это работа конкретно обучение удержания внимания на выходе из заболевания с быстрым изменением самого родителя. И период выхода будет ограничен. Мы хотим провести такой эксперимент. Взять человек 10 и провести по этой схеме работы. И посмотреть выхлоп от нее. То есть это работа конкретно с вниманием родителя. Потому что мы видим, что внимание родителей где угодно, только не на ребенке. Можно даже в чате эти вещи видеть. И при этом родители постепенно учатся уделять внимание своим детям. Но этот процесс занимает до 2 лет. Нет, здесь конкретная фиксация, фиксация изменений, фиксация, фиксация. То есть у нас есть схема, мы ее в ближайшее время опубликуем, каким образом двигаться. Это все наши наработки за эти 3 года. Мы пробовали так, мы пробовали так, мы смотрим как лучше, мы сравниваем. За счет того, что у нас много было заявок и сейчас много заявок, мы можем смотреть как лучше двигаться. Потому что нет готового решения. Наука нам в этом не может помочь. Потому что в науке на сегодняшний день новизна такая, что у них никогда не было этой трехточечной работы. Никогда не было. А психика вся поставлена на трехточечной работе. И наш подход к психике абсолютно гармонично, правильно вписывается в работу для того, чтобы достигать результата. Но на сегодняшний день патентование инфодайвинга, то, что ушло в Евросоюз, там и ведется работа. То, что осталось в Белоруссии, здесь не ведется работа. Поэтому мы все заявки будем продолжать через Евросоюз. Ой, не Евросоюз, а... Я тоже забыла. Азиатский наш союз. Вместе через Россию и... Евросоюз. Евразийский. Евразийский союз. Не евро, а евразийский. Сколько этих союзов. Вот, поэтому то, что мы предлагаем, мы знаем, что мы предлагаем то, что на сегодняшний день еще общество не способно до конца переварить. Ничего, переварит. Никуда не денется. И чем меньше дельта между нами и родителями или человеком, с которым мы работаем, то есть меньше дельта в плане слышания нас, да, тем быстрее результат идет. Поэтому мы сразу предлагаем, начинайте с чтения книг, начинайте с коллективных погружений, с практикумов, с работы. Все равно вам меняться, с практик, которые в открытом доступе, ключевая практика зеркала. Если хотите результаты в жизни, в своей изменении, да, быстрых изменений, начинайте двигаться, двигаться, двигаться. На самом деле это вы движетесь к самому себе, вы движетесь к своей цели, к своему результату, чтобы уже как можно быстрее начать жизнь, жить полноценной жизнью, то есть жизнью счастья. Мы находимся в раю. Мы реально находимся в раю. И только мы через программу ума создаем в ней ад. И смотрите, какой парадокс. Тут же можно вмешаться и сказать, вот так буддизм же отключает практики остановки внутреннего диалога, отключение программы ума. Решают эту проблему, там, займись выключением ума, и все прекрасно. Ну и что, ты будешь безумен? Это о здоровье? Это о счастье? О чем? Ну, будешь ты ходить, улыбаться, радоваться листикам цветочков? На самом деле это о пустоте. Это о потере индивидуальности. Все, ты размазан, да? Тебя нет. И это наносит вред непоправимой психике. То есть дальнейший инкарнационный цикл, люди мечтают попасть в нирвану, это страшное состояние, те, кто занимаются вот такими практиками. Это страшное состояние, и впоследствии... Это ошибочное вообще состояние. Это ошибочное. В книге «Парадоксальное восприятие», которое скоро уже уйдет в коррекцию, мы описываем даже примеры конкретные, реальные примеры работы, вот где был отказ от жизни, от личности, как это проявилось в дальнейшем, чтобы сознание пытается зацепиться за жизнь, как оно вынуждено расщепляться и выделять больных детей. Как оно запускает страдания, лишь бы только остаться в жизни. Это страшнейшие вещи. Просто это нигде не было описано, и вот эта муть, которую человек верит, вынеся авторитета из себя, она действительно разрушает его психику. И я не понимаю, как человек изначально, человеку говорят, что надо выключить ум, и он идет на это и считает, что это будет хорошо. Ну, сходи в дурку, посмотри в новинках, посмотри. Как хорошо. У тебя есть возможность такая. У тебя есть возможность. Увидеть, как это хорошо. Ты потом увидишь это в своих детях, либо сам пройдешь этот жизненный путь. Зачем? То есть на самом деле это безумие, которое творится, знаете, смотришь и видишь, черти пляшут. И вот время апокалипсиса, когда вот это все настолько сейчас наглядно, посмотрите СМИ, посмотрите, что происходит вокруг вас в информационном поле. Оно просто сейчас проявляется. Ляска сумасшествия. Проявляется сейчас то время, когда можно видеть все, абсолютно все прорехи, все то, что было когда-то скрыто, задавлено, подавлено, все становится очевидным. Просто очевидным. И вот смотрите, мы осознаем, насколько, насколько сложно. Кстати, время работы над ошибками, извини. Да, отжим информацией. Да. Мы осознаем, насколько сложно перейти из объективного восприятия в субъективное. Мы полностью это осознаем. Осознаем, конечно. Мы понимаем, что мы для этого, вот я лично для этого проделала путь длиною в 12 лет, который закончился написанием книги управления восприятием. И после этого произошел скачок, переход в субъективное и открытие инфодайвинга как возможности психики человека. То есть открытие пассивного пара сомнампулизма, если говорить научным языком. Это открытие. Это действительно открытие, действительно масштаба цивилизации. И на сегодняшний день я понимаю, насколько тяжело человеку, что ему все это надо прожить на себе, как это все, как это все. Так вот, мы специально для людей, которым очень тяжело проститься с объективным восприятием, сейчас запускаем серию курсов, будет 4 курса в видеозаписи в повторе по субботам, воскресеньям. Посмотрите в расписании, они уже есть на сабрешине. Subretion.com Это плавный переход из объективного восприятия в субъективное. То есть это подход, приход к инфодайвингу с осознаванием, куда же мы идем. Это 4 программы обучающие, включая там одна из них, контакты и ченнелинг. Прекрасно. Вот эти вот 4 программы прекрасно ложатся для того, чтобы. Для тех, кто еще хочет поиграть в объективном восприятии, будут еще 2 программы. Ну, тех, кто вообще не может оторваться от объективного, но во всяком случае у этих программ будет какая-то эффективность. Ну, хотите вы уже лепить эти куличи? Ну, лепите. Ну, чтобы хотя бы кулич не вонючим получался, а более-менее, да. Для тех, кто хочет все-таки открыть дорогу в себя и кому он интересен сам, потому что исследование идет своей психике и резервов возможностей своей психики, для них открываются программы по инфодайвингу. Есть технический курс для начинающих, вот он только прошел. Потом дальше мы будем рассматривать ритуальную магию, он тоже прошел. Есть более сложные программы, например, ключ потока тот же самый, сейчас будет стартовать со вторника. Программа офигенная, ну, то есть то, что вы по интуиции бегаете, ищете где-то, здесь в этом курсе плотно с выводом в эти состояния. У вас уже останется опыт, и вы уже будете знать, куда приходить и о чем это вообще речь идет, чтобы просто не разбрасываться финансами, когда вы блуждаете в объективном восприятии. Нет интуиции в объективном восприятии, ее не может быть. В объективном восприятии есть только ум, разум, это только субъективное восприятие, потому что разрыв идет на уровне состояния чувства. Вот этот разрыв надо пройти, а это только через погружение в себя, и это мы не о медитации. Потому что когда вы идете в медитацию, вы в какой-то момент ушли, ушли в ощущение, и как только надо уйти в состояние, вам говорят, вы уходите в пространство, расширяетесь, и там вы уже к седьмой звезде пошли. И там что-то встречаетесь, и там встречаетесь, и пошла, пошла, пошла лажа, и вы снова вылетели в объективное, зацепились, что вы весь мир, что вы вся вселенная. А это вселенная у вас в объективном восприятии, и все, и вас через ощущение вывели в состояние гипнотика, и у вас идет повышенная внушаемость, и в это время вам можно загружать все, что угодно из коллективного, потому что вас выдернули из дома. Знаете, вы были дома, подошли к окну и упали с окна, и в это время дома никого нету, и туда потоки полились. Вот так работают медитации. По сути своей это очень близко, только немножко по-другому. Испуг, это тот же испуг. Вынос мгновенный из себя. Мгновенный вынос. И все. А сюда закладывается, уже вылетает все, что было, потому что вакуум образуется, а вакуум всасывает в себя все, что вокруг. А вокруг что там? Испугались. Первичный вариант, вот как отличить погружение в инфодайвинге от медитации, например, в объективном восприятии. В медитациях присутствует звук. Воспытный звук удерживает в объективном. А присутствуют свечи, мерцания, запахи. Запах, все пошло. Любая, любое включение органов восприятия информации снаружи заставляет вас держать внимание на наружном. Ваше внимание рассеялось. Вы будете в субъективном? Я вас умоляю, люди, вы никогда не будете в субъективном? Это же априори обман самого себя. И это настолько элементарные вещи, вот мы проговариваем это вслух, неужели вы этого не видите? Это же просто. Для этого надо просто, чтобы голова работала. Если вы идете в себя, вы просто садитесь и идете в себя. И тогда вас ничто, ни звуком, ни щелчком, ничем не отвлекает от вас самих же. А это значит, вы настолько интересны самому себе. И вам настолько интересно в самом себе, что вы там открываете всю параллельную реальность, которую выстраивает ваш мозг. И эта реальность захватывает то, что вы считаете объективным. И тогда вы работаете в инфодайинге. Разница вот в этом. Я надеюсь, сегодня люди услышат, потому что такое количество вопросов за последние три дня просто... Ну, наверное, надо было, чтобы этот ролик появился. И, наверное, надо было, чтобы мы поставили заново вот эти обучающие программы и начальные программы для того, чтобы двинулся человек к самому себе. И уже для тех, кто совсем себя не любит и совсем себя зажал и боится. Как это я приду в инфодайинг? Там же это же секта или это сумасшедший, или там же туда ходит непонятно кто. Кстати, вот тоже интересный такой пример. Вот мы непонятно кто. Сегодня обратная связь. Уже ноги гниют, да? И человек, а все равно они непонятны кто. А все равно, да, непонятно. Вместо того, чтобы начать работать, уже все. Ты гниешь уже изнутри. Ты уже разлагаешься внутри. Тело разлагается настолько. А ты все считаешь, что там страшно и не делаешь этих шагов. Это безумие. Это полное безумие. Но это ладно. Смотрите, мы для тех, кто на себе экономит, кто боится инфодайвинга, кто не знает, кто только слышал и прикоснуться к великому боится, кто там, ну какую чушь себе в голове нарисовал, мы поставили коллективное погружение, которое называется создание. Оно будет бесплатным. Если вам захочется поучаствовать донатами, пожалуйста. Это все прямо с сайта Сабришин будет. Вы можете подключиться к нему в пятницу. Какое-то число 29. 29 числа. Да, 29. Мы как раз курс закончим, ключ потока. И на следующий день. Вечером, в пятницу вечером, вот на этой неделе в пятницу вечером, будет это коллективное погружение. Оно называется создание. Мы закинем какие-то вещи на проявления. Вы можете закидывать свое, то, что вы хотите, чтобы проявилось в вашей жизни. Мы расскажем вначале априори, какие есть моменты, так как большинство людей, кто не пробовал инфодайвинга, будет находиться в объективном восприятии. Мы возьмем то, что более-менее рабочее из объективного восприятия и попробуем вам помочь зайти в субъективное. Я понимаю, что с первого раза это нереально сложно. Это большой путь в себя. Но во всяком случае вы сделаете шаг. И вы развернетесь к себе. Во всяком случае вы пойдете в ту сторону, куда надо. Не от себя, а к себе. Да. И вот это коллективное погружение, мы в дальнейшем будем видеть проявление того, что мы нас создаем в реальной жизни. Будут общие моменты создания, будут персональные моменты создания. То есть это возможность осознать, почувствовать, попробовать инфодайвинг и осознать и понять, насколько вы держите состояние, насколько вы вообще способны сохранять осознанность и насколько вы далеко ушли от самого себя, сколько вам еще туда возвращаться. И насколько ваше внимание подвластно, как это сказать, способно удержаться вообще на одной задаче. И насколько не разводит вас ум и так далее. Потому что... Вот, насколько вы способны управлять своим вниманием. И вообще двигаться к себе, насколько вы сами интересны себе. И вообще, насколько осознание, насколько вы для себя все делаете или вы обслуживаете весь мир. Насколько у вас... Какое у вас количество страхов тоже прочувствуете. Религиозные программы, как они начнут вылазить, подниматься. Религиозные страхи. Ограничения свои, да-да-да-да. Вот это все вы сможете прочувствовать. И тогда становится понятно, блин, я же сижу в навозе, да, и привык к нему. Может, пора этот навоз убрать и стать Богом? Вспомнить, что Бог во мне? И не... Я частичка Бога там где-то. Нет, господа. Я целый Бог. И все во мне. Почитайте при Брама Бома голографическую вселенную. Конкретно, каждая часть содержит информацию обо всем. Каждая часть целостна. И это не часть голограммы. Это каждый человек целостный. Бог. Не по образу и подобию Бога, а Бог. Это физика доказала, кстати, наука авторитет. Не солгала за речью. В каждой клетке не ручка. В какой-то клетке ручка, в какой-то ножка. В каждой клетке полностью мы целостны. Вся информация целостна. Самое удивительное, что эти все вещи разложены в Библии. Но они разложены, но они, как это, преподнесены по-другому. Вот насчет преподнесения, понимаешь, тут как работает объективное. Если брать объективное, хочет увлечь на свою сторону, а субъективное как бы в это время лоха ловит. И дом-то он всегда открыт. Хочешь, иди, хочешь, оставайся. Это твой выбор как бы свободный. Субъективное дает выбор. Дает выбор. Пожалуйста. Так выбор только и есть в субъективном. Человек выбором никогда не пользуется, потому что он работает в режиме автопилота, как только он вынес себя в коллективное. Себя, да, вынес в объективное. Все, он уже весь в объективном. Я даже когда на днях задумалась о религиозных обрядах. Я ехала как-то за рулем, и мысль пришла. Если посмотреть на тот же самый обряд причастия, можно посмотреть с разных ракурсов. Вот смотрите, есть причастие, например, святое причастие, человек приходит в церковь, и он там причащается, и он в виде вина видит кровь Иисуса, в виде хлеба видит тело Иисуса. И вот он ест это тело Иисуса, пьет кровь Иисуса, и таким образом он подтверждает, что он сопричастен к убийству Иисуса. То есть он берет грех на душу для того, чтобы нести ответственность за этот грех дальше. И можно на это посмотреть под одним углом восприятия. Ребята, что вы делаете? Ведь изначально вы зачерняете человека, и человек идет с чувством вины, подавленности и с ответственностью за тот грех, который отсутствует у него в принципе. Это одно восприятие. И в ритуальной части, как оно сейчас проводится, в принципе так оно и проводится. А с другой стороны, если просмотреть на тот же самый обряд, можно сказать, этот обряд напоминает о том, что человек, ты вот так уже поступал. Не поступай так больше. Вернись к себе, вернись в субъективное. Здесь, здесь ложь. Вернись в субъективное, вернись к себе. Мы тебе всего лишь этим обрядом напоминаем, что был убит человек. Было это все. И ты должен извлечь, осознать, извлечь, что так больше делать нельзя. Да. Это как концовка книги. Когда ты начал книгу читать, вот ты ее только начал, да, а пролистул в конце, прочитал, и тебе уже неинтересно. Все, как бы книгу, ты все знаешь. Вот так же и здесь. Это очевидным. Человека распяли, да. То есть уже, по сути своей, это было для того, чтобы больше не хотелось играть в эту игру. То есть больше не хотелось убивать. А человек что получается? А человек, получается, прожевывает, пережевывает, живет, живет и несет этот грех. То есть зацикливается. Вместо того, чтобы осознать. И начать другую. Поблагодарить, завершить и начать новую игру. Да. Это всего лишь два восприятия на одно и то же действие. Или на один и тот же ритуал. А на самом деле таких восприятий миллион. И когда человек умеет управлять восприятием, он может смотреть под разными углами. И если мы возьмем бизнес, то в бизнесе без управления восприятием вообще это разорение. Если мы возьмем здоровье, здоровье без управления восприятием это болезнь. Если мы возьмем экономику, в экономике без управления восприятием это крах. Если мы возьмем государство, Кстати, очень классно на политиках это видно. Там, где есть управление восприятием и здравый разум, там идет движуха. Нету движухи. И вот когда вот эти все вещи видишь и осознаешь, что это настолько вот сейчас открытая книга, вот оно все наглядно. Просто человек об этом не думает и не удерживает внимание на этом. Потому что человек сам себе не интересен. Сейчас время, да, на самом деле. Сейчас время, когда мы прошли какой-то большой путь, огромный, да, и мы можем видеть свои ошибки, потому что эти все ошибки, они подняты. И мы можем увидеть свой уровень развития, насколько мы эти ошибки замечаем и как мы можем их исправить. Вот на самом деле для того, чтобы перейти, ну, буду говорить грубо, в другой класс, да, или в высшее заведение. То есть вот оно, время, когда все на поверхности. Только смотри и замечай это. И развивайся. Развивайся, да. Развивайся. А чтобы развиваться, это конкретно стань самому себе интересным. Займись тем, что тебе интересно. Держи внимание на своем интересе, на своем развитии, на своем проявлении. Не грусти от того, что, ой, жизнь такая тяжелая. А кто тебе так сказал? Ну, мне родители это говорили. Ну, вот и я же вижу, да, какая жизнь тяжелая. Не надо. Жизнь – это счастье. Начинаем ценить эту жизнь. И ее, действительно, мы в раю. Зачем? Зачем рай превращать в ад? Потому что мы все равно создаем. Ад или рай мы создаем. Так лучше создавать же рай. Все. Вот оно, развитие. А тоже праздник. Вот, кстати, я все-таки хочу это сказать. Вчера вот Пасха была, да. Христос воскрес, говорят, да. А ведь на самом деле это искажение. Подмена. На самом деле это праздник был. Плодородие. А его просто перефразировали. Переделали на то. Ну, и все сейчас вот как бы вдуматься. Праздник того, что человека убили. И он воскрес. Ну, смотри, а воскресением заменили рождение. Рождение. Потому что, и даже библейская фраза вчера по радио звучала. А это плодородие. В той же машине ехала, радио работало. Как день сменяет ночь, так смерть сменяет воскрешение. Смерть сменяет жизнь. Да. Вот эта подмена, и ограничила жизнь. Вот оно, обрезание инкарнационного цикла. И ответственность человека обрезана. Он уже не хочет отвечать за эту жизнь. Он во все тяжкие идет. Да. И чужой грех. А мне все равно одну жизнь, это одна жизнь дана. Сколько вот, как это говорят. Жизнь одна. Надо в ней испытать все. И пошел во все тяжкие. Вот это от этого. Отрезано. У человека один день остается. По сути, мы живем в одном дне. Тогда, если вот брать по правильному. А мы видим при этом все, что у нас день сменяет ночь. А смотри, состояние воскрешения для человека непонятно. Что такое воскрешение? Ни хрен его знает. А когда было четко, а будет, за смертью будет жизнь. Тогда что-то будет ответственность. Уже сразу, сразу по-другому начинаешь смотреть. И тут же то, и мозг вправился. Вот просто задумайтесь. За смертью будет воскрешение или за смертью будет жизнь? Когда ответственность сразу в себя возвращается. Когда ум включается и лапки поджимает. И когда разум говорит, так что ты делаешь? Тогда зачем ты плюешь свой собственный колодец? Тогда зачем ты в себя не смотришь? В чужом глазу бревно видишь, а в своем? В чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь. Вот оно, вот оно. Об этом все уже рассказано. И все написано. Это удивительно. Сейчас это все на поверхности. И смотришь на это, и просто диву даешься. Насколько сейчас интересна жизнь. Настолько интересная. На самом деле мы живем в удивительнейшее время. Такое время, которое, оно действительно интересно, оно красивое. И оно мудрое. И сейчас самое время, вот прям праздник вчерашний, да, плодородие. Самое время собирать плоды, да, и вот эта мудрость. Когда ты набираешься мудрости, у тебя есть возможность на опыте, на знаниях получить мудрость. Ну или как это правильно? Как это вот сказать? Ну, я просто, может быть, выражаюсь неправильно, но вот именно когда сейчас время, когда ты действительно можешь вырасти. И, кстати, сегодня, сегодня у нас вечером в 20 часов будет практикум, он называется управление реальностью. Мы поднимем еще кучу подмен и разберемся с эго, умом, высшим я, моментом, как мы создаем реальность, как мы отказываемся от создателя и так далее. Там глубинная такая будет, глубинная работа, где половина будет посвящена, чтобы вы это поняли. Вторая половина, чтобы вы это прожили и осознали. Для тех управителей реальностью, которые насмотрелись, наслушались трансерфинга и вынесли ответственности и авторитетов из себя, пожалуйста, приходите, у вас будет возможность вернуться к себе настоящему, услышать себя и действительно заняться созданием. Действительно увидеть, что вам мешает, чтобы ваша мысль была действительно материальна. И что вас отделяет от действительно выбора, когда вы придумаете, что вы это выбирали. А на самом деле вы просто идете по автоматическому сценарию, как белка в колесе. Вот, отключение автопилота. Если интересно, это сегодня у нас погружение в 20 часов. В 18 часов у нас стрим, мы ответим на ваши вопросы. Но это у нас по понедельникам, каждый понедельник в 18 часов у нас постоянно стрим. И это будет все лето, то есть мы будем каждый день, каждый понедельник отвечать на ваши вопросы. Сохраняется сейчас только такой формат взаимодействия. Если вам интересно, подключайтесь, мы ответим и на ваши вопросы. В первую очередь идут донатные, а второй то, что на ютубе. На ютубе канал Натальи Зайцевой, он так и называется. То есть мы его не переименовывали в инфодайвинг. По одной банальной причине, там есть не только инфодайвинг, там есть еще 12 лет работы до этого, где собраны видео абсолютно разные. Начиная от бесконтактного боя, левитации, телекинеза и так далее. И все то, что шаманы, все, что удалось прожить за эти 12 лет, изучая всю огромную психотехническую базу, которая потом в дальнейшем систематизировалась в книге управления восприятием, и которой вот эта база явилась подосновой для открытия инфодайвинга. Без этого не было бы ничего, потому что почва должна быть, чтобы ее перепахать и вовремя посадить семена. И сегодня время сеять. Что посеешь, то и будешь сжать. Не посеешь, будешь сжать бурьян. Спасибо. До встречи сегодня вечером. Спасибо.